приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы я вот собрала уже несколько вопросов касающихся задач стрельца в земледелии и вот 28 апреля как раз будет переходить луна из знака скорпион в знак стрелец и хорошее время рассмотреть эти вопросы чаще всего задают зрители подписчики такой вопрос почему вы говорите что во время нахождения луны в знаке стрелец это время для посева семян овощей и цветов для получения качественных семян вы знаете в ней самой было это очень интересно и я пробовала даже сеять семена садовых растений ой как интересно и волнующе наблюдать за растениями которые начинают свой путь свою жизнь в дне луны в стрельце чтобы понять что происходит в стрельце обратимся к астрологии буквально одно предложение стрелец обуславливает обстоятельства указывающие на наследственность и создающие характерную для субъекта среду то есть еще раз повторюсь стрелец обуславливает обстоятельства указывающую на наследственность вот здесь и скрыто то самое главное а теперь определим ключевые значения знака стрелец для растений они такие это поиск энергетически жизненных форм для продолжения жизни хотя тавтология жизненных жизни но это именно все в этом в этой задаче поиск энергетически жизненных форм для продолжения жизни в неустойчивых условиях действительно условия очень неустойчивые причем для всех огородников и дачников если кратко характеризовать задачу стрельца то это звучит примерно так будущее кажется более важным чем настоящее и прошлое большое важнее чем малые синтез важнее чем анализ в этих вот словах и заключена миссия стрельца вот поэтому представителю огненной стихии стрельцу поставлена божественная задача сохранить генофонд семян стрелец выполняет ну просто архи сложную задачу не просто выжить растению но еще добиться своего в абсолютно враждебной среде потому что те погодные климатические условия в которых находятся растения действительно враждебные растению поэтому растения посеянные и посаженные при луне в этом знаке получив солнечный заряд быстро растут красиво цветут очень красивое растение получается и кажется что растение здоровое и естественно на здоровом растении должны быть такие же плоды и семена плода но вот я наблюдала такие вещи очень интересные как будто бы вот все красиво цветы яркие желтые вот эта вся жизнь такая невероятно красиво и вдруг неожиданно начинают происходить такие вот метаморфозы не очень приятные метаморфозы красивый цветок резко начинает вянуть причем есть гроздочка несколько цветков из этих цветков два-три цветка вянут засыхают и опадают на других цветоносах даже уже получается завязать плоды но радуются этому плодику но и они через некоторое время прекращают расти останавливаются в росте желтеют и даже опадают и только к концу сезона к концу вегетации на этом растении остается всего несколько цветков несколько плодов и вот эти плоды в этих плодах созревают самые качественные самые крепкие самые здоровые семена которые потом выдадут на гора действительно весомый урожай овощей или же красивейшие цветы вот таким образом стрелец проводит естественный природный отбор семян выбирается и остается только качественное на растении другого другому не дается жизнь и будущее кстати об этом знают и селекционеры семеноводческих мировых компаний только раньше эта информация была недоступна она скрытна и наши простые самородки семеноводы просто так вот методом экспериментов искали ответ как же получить хорошие семена и вот сейчас среди наших коллег огородников дачников очень много таких самородков семеноводов но вот теперь важная информация доступна каждому кто желает получить качественные сортовые семена любимых овощей и цветов напомню что качественные семена можно получить также в знаках телец и козерог но стрелец это главный знак зодиака который отвечает за сохранение генофонда семян вот по этому вопросу по которой я озвучила в начале этого видео по этому вопросу все надеюсь я ответила в следующем выпуске сегодняшнем мы ответим и на другие вопросы по знаку стрелец а пока прощаемся всего вам доброго до новых встреч на нашем канале а это видео подготовили как всегда раиса горяченко и александр волик пока пока